Для меня это возможность открыть что-то новое, возможность постичь какие-то свои возможности. Мне очень хотелось заниматься этим, и мне понравилось то, что я смогла этим заниматься. Это оказалось доступнее, чем мы себе представляли. Мне очень понравилось ощущение, как будто бы я космонавт и зависаю в невесомости. Идея пришла в голову мне, потому что мы как бы съездили отдохнуть и подумали, почему бы нам не заняться дайвингом. Я решил своей семье предложить пойти на курсы. Но, в общем-то, они все восприняли это с большим энтузиазмом и просто, можно сказать, были счастливы. Первое наше впечатление – это мы увидели фигуру аквалангиста, наверное, в два раза крупнее, чем человек. Она такая большая, в настоящем как бы оборудовании. Первое впечатление вообще было абсолютно позитивное. Такие приветливые люди, настолько доброжелательные и обаятельные. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы пришли заниматься на курс Open Water Diver. Вы у нас на начальном курсе. Да. Ну что ж, представляем вас вашего инструктора. Андрей. Очень приятно. Мы пригодили выбор. Нас встретил инструктор, объяснил, что мы должны делать. Итак, с чего же начинается курс Open Water Diver? Начинается он с заполнения анкет. У нас было некое волнение, потому что все-таки мы пришли с семьей, у нас четыре человека, и мы думали, что что-то будет там хлопотно, как-то затея. На самом деле в клубе создана такая и аура, атмосфера, и очень такая деловая. В том смысле, что никаких служит с заполнением заявлений, анкет просто вот мы не встретили. Указывайте фамилию, имя, отчество, дату, место рождения, контактный телефон. Дальше попрошу вас запомнить медицинское заявление. В конце, после опроса, вставите свою подпись и дату за детей, имя родителя, подпись. Нам всем выдали учебники, и инструктор начал свой рассказ в соответствии с курсом по блокам. Так, дорогие мои друзья, вы пришли в старейший и самый лучший дайвинг-глуб России. Прежде всего, хотел бы сказать, что вы выбрали систему обучения BAD-и. С английского языка переводится как Профессиональная Ассоциация Дайвинг Конструкторов. Это мировой лидер в дайвинг-индустрии, и мы, как я иного представителя, рады видеть вас в стенах нашего клуба. Сначала нам рассказали о том, что такое вообще система обучения BAD-и, о том, что такое дайвинг, о том, на какие глубины мы сможем погружаться. Ну, инструктор очень понятно все объяснял, все было довольно-таки ясно и понятно, поэтому труда с создачей экзамена, в принципе, это не было. Все было интересно и со смехом. Итак, плавучесть у нас бывает трех типов. Первое. Когда предмет уверенно находится на помянутке воды, и он обладает положительной плавучестью. Второй тип плавучести. Нейтральный. То есть предмет и не тонет, и не всплывает. И третий, как вы, наверное, уже догадались, какой тип плавучести? Нейтральный. Абсолютно верно. Когда предмет уверенно держится на дне, и ничто его не беспокоит. Он как лежал себе, так и лежит. Экзамен я написал на все 100%. Инструктор сказал, что достаточно и 75. Ну, мог-то было не остановить. Но мне все показалось. Мог бы 150 взять. 146. Ну, и, в общем-то, дальше теоретический курс, который состоял из нескольких блоков, мы успешно, в общем-то, прошли. И по окончании его у нас начались погружения в воде. Итак, ребята, пойдемте на ботик. К бассейнику. К бассейнику. Возрастное ограничение. Достаточно низкое для того, чтобы дети могли тоже заниматься. Итак, дорогие мои друзья, одного, которого мы с вами отработаем, называется плоско-очистка ребраторов. Пробуйте, так, пробуй. Отлично. Молодец. Ох, теперь я. Вот это упражнение мне понравилось больше всего. Следующий навык, который мы с вами отработаем, это навык один из самых сложных, сложного плавания, сложного психологического. Называется этот навык «Чистка частично заполненной маски». Снятие, прочистка маски – непростое упражнение. Вот. Мы серьезно к нему подошли. И у Кристинки получилось это практически с первого раза. Поэтому как-то, ну, она всем нам это демонстрировала. Мы, ну, фактически под водой рукоплескали. Мне очень понравилась сама структура курса. Он состоит из пяти теоретических занятий, так называемые теоретические модули. И после каждого пройденного теоретического модуля мы, как это, на практике уже в бассейне отрабатывали эти навыки. Итак, ребята, в этом бассейне вы совершите ваше очередное погружение в рамках курса Open Water Diver Referral. Попрошу вас взять в руки ваш PCD. И мы начнем сборку снаряжения. Там необходимо будет намочить пряжку. Как делается данный навык? Подходят в водички, на пылюле. А чем это нужно? Если мы нырнем сухим ремнем, пряжка, наверное, в того, чтобы и погружение он намокнет, ослабнет, и баллончик может немножко сместиться или даже соскочить. Следующий момент. Необходимо расправить все ремешочки, растянуть все пряжки и положить PCD перед собой. Теперь что мы делаем? Теперь мы берем наш баллончик, отверстием вентиля кладем от себя. Вентиль. Баллончик размещаем по высоте на уровне клапанов. Накидываем в страховочный ремешочек. Пробуем! Снаряжение было собирать совсем несложно. Надо всего лишь было немножко попрактиковаться и запомнить порядок действий. Андрей, у меня получилось. Позволь проверил. Саша, у меня получилось. Дорогой, у меня получилось. Смотри, как правильно все сделано. Правильно, правильно. У вас как, ребят? Молодец. Прошу вас взять в руки ваши регуляторы, расправить их, так, чтобы регуляторы второй ступени были у нас вправо. Открутить защитный колбачок, проверить наличие, как зал платителя у ринга, и вкрутить регулятор вентиль баллона. Пробуем. Да. Сама атмосфера клуба, занятия в бассейне, профессионализм инструктора, который с нами занимался. То есть это дало такие результаты. Мы в конце курса чувствовали себя практически профессионалами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне больше всего понравилось зависание в толще воды, то есть нейтральная плавучесть. Мне было очень интересно прослушать про нее на курсе, в классе, а потом продемонстрировать ее инструктору. Нам инструктор Андрей, помните, поставил эти вот кольца на дне бассейна, да, 6-метрового? И мы, он показал, как мы потом просто плавали, каждый в скупе с аквалангом проплывал внутри кольца. Вот, и у нас у всех получилось. Больше всего мне понравилось упражнение качания на ластах. Это такое успокаивающее упражнение, когда ты зависаешь в воде и начинаешь качаться, регулируя свое положение, дыхание, выдыхая и вдыхая воздух. Это было очень здорово. Отлично! Здорово! Нам очень понравилось. Здорово! Как классно! Совершенно неожиданным подарком для нас стала дисконтная карта на продолжение обучения в клубе Дайв-центре Акванавт. Дорогие мои друзья, поздравляю вас с успешным окончанием курса Open Water Diver Referral. И с вашего позволения я вручу вам торжественные сертификаты и карточки Referral. Как вы думаете, что в этом конверте, в этих конвертах? Ну, наверное, не деньги. А почему, наверное, дайверов деньги не интересуют? Нам вручили сертификат, по которому, приехав в Египет в Шарм-эль-Шейх, в Дайв-центр, мы можем брать в аренду снаряжение и заниматься дайвингом там с 15% спикой. В этом конверте самое главное, что это схема, как найти Дайв-центр в Шарм-эль-Шейхе. Да, это правильно. Один из навыков, который вам предстоит сдать в открытой воде, вам предстоит сориентирование по компасу. Именно по этой карте вы будете... А это сложно. Но можно. И самая интересная часть программы – семейная бонусная карта. Для завершения курса нам нужно сделать еще 4 погружения в открытой воде. Вот и дальше, когда мы получим сертификат, мы можем уже погружаться на глубину до 18 метров. Клуб Аквонавт, на самом деле, для начинающих людей, которые начинают заниматься дайвингом, это своеобразная стартовая площадка, которая открывает двери в широчайший подводный мир, который нам позволяет узнать очень много нового. Больше всего мне понравилось то, что мы из меня, которые очень любят море, и будем всегда стремиться к морю, потому что мы живем в Москве, и нас так тянет на эту красивую воду. То есть мы теперь понимаем, что это открыто для нас. Мы можем в ближайшее время просто поехать на море и уже погружаться там. На наш любимый красный год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова